Отлично, красота, страшная сила, здесь очень красиво, очень много туристов, но не так много пока. Вот я, если кому интересно, как я выгляжу. Приветствует нас тут статуя. Видите отлив, вот здесь вообще вода обычно, так как отлив можно попасть пешочком, а я в прошлый раз вот здесь была вода. Круто, вот вернулся и совершенно другие ощущения. Вот здесь я фотографировался, есть фоточка, вот этот собственно храм, он вообще обычно окружен водой. Итак, друзья, мы идем к храму Конофлоз. Нет, 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 нет. А куда? Волна? Да ну и не страшно, нам не страшно волна. Крабики, крабики, смотри. Видишь? Приблизь, видишь крабики? Видишь? ты огромные какие. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ну, самое главное, у нас нет всего, нет слива водой. Ладно, говорят, что в другом месте вход. Пойдем. А еще интересная история, что внутри храма есть источник с пресной водой, хотя он окружен, в общем-то, марской водой. Вот такая интересная штуковина, святая вода окей надо теперь и вот это собственно так в общем так святой водой я умылся цветок на храм посмотрел в утренние пускают туристов как всегда огромное количество как дети мальчик дайте о чем думал на храма местного знаете чем думаю что конечно как только такое духовное место превращается туристическое мне кажется духовность немножко улетучивать то что духовность храмов в том числе благодаря энергетике энергетика она вот такая знаете да прям звенящие нельзя как это объяснить а туристы вносит вот я не чувствую перестаю чувствовать вот в наших храмах христианцев заходишь это вот явно на море место поэтому хорошо что нельзя снимать видео фотографировать и желательно потому что вот есть обращение богу со своими мыслями следишь и это не музей не туристическое как они туристическое место в общем не знаю сижу думаю об этом и понимаешь когда не было рода здесь было сижу думаю об этом и понимаешь когда не было рода здесь было гораздо спокойнее и душевные духовные зануда среди